Уважаемые друзья, начинаем нашу пресс-конференцию о экипаже экспедиции МКС-36-37. Буквально полчаса назад закончила работу Государственная комиссия по утверждению экипажей. В решении комиссии утверждены составы экипажей. Основной экипаж – командир транспортного корабля, бортинженер экспедиции МКС-36, командир экспедиции МКС-37, Юрчикин Федор Николаевич, космонавт Роскосмоса, Россия. Бортинженер корабля «Союз», бортинженер МКС, представитель ЕКО, Италия, Лука, Пармитана. Бортинженер корабля «Союз», бортинженер МКС, Карен Найберг, НАСА, США. Состав дублирующих экипажей – командир транспортного корабля, бортинженер МКС, Тюрин Михаил Владиславович, Роскосмос, Россия. Бортинженер корабля, бортинженер МКС, Коичи Ваката, Джакса, Япония. И бортинженер корабля, бортинженер МКС, Рик Мастракио, НАСА, США. Уважаемые друзья, перед тем, как задавать вопросы, я хочу предупредить, что вопросы у нас задаются только на русском и английском языках. Я хочу сказать, что у нас есть два языка, английский и русский. Итак, прошу, первый вопрос. Илья Исаев, телестудия Роскосмос. Собственно, вопрос к основному экипажу. Известно, что ваш полет в этот раз займет не традиционно два дня, а всего шесть часов, четыре витка. Собственно, также известно, что именно экипаж настоял на этом отчасти. Что значит это для вас и как повлияло это на вашу подготовку? Ну, я бы сказал, что уже традиционно, потому что Павел Виноградов такую схему опробовал, его экипаж была опробована успешно в прошлом полете. Мы заранее знали об этом, заранее понимали, что шансы полететь по короткой схеме у нас меньше. Есть такое понятие, как взять паузу, чтобы проанализировать все. Но решение экипажа было, что мы тоже хотели бы пойти по этой схеме. Мы долго разговаривали с руководством. Руководство восприняло наш энтузиазм, и мы благодарны тому, что это получилось. Не очень давно, это буквально через 3-4 недели, только после стыковки экипажа Павла Виноградова, было принято это решение, потому что надо было проанализировать. Все тонкости этой короткой стыковки. Но эмблему, которую мы разрабатывали задолго до этого, на ней отражена наша мечта. Я благодарен экипажу, который поддержал нас с точки зрения подготовки. Это не сильно сказалось на подготовке, потому что основные блоки одни и те же. Там есть нюансы, которые мы отшлифовывали благодаря нашим инструкторам. Спасибо. Прошу следующего. Роб Навиас, NASA Television. Два вопроса для Кэрин. Кэрин, после тренировки за несколько лет, вы наконец-то на северной лаунчке. Как вы сохраняете правильный формат и понимание, понимая, что вы оставляете планету и ваша семьи за полгода? Вопрос от NASA TV для Кэрин Найберг. После столь долгой подготовки в ЦПК, сейчас вы собираетесь покинуть Землю на полгода. Как вы планируете вести себя на орбите? И как вы думаете... Что вы думаете... Точнее, не что вы думаете, а будете ли вы скучать по своим семьям? Как вы будете с ними общаться? Это очень интересно, потому что, это кажется, что время просто прошло, и мы просто прошли через то, что мы делаем. И это трудно думать о том, что мы начнём в спасти. Я чувствую себя с тем, что с моим шутболом. Это просто прошлое время. И, как вы знаете, я была на орбите. И, как вы знаете, я была на земле. Это, конечно, очень разнообразно, потому что я был вошел за 6 месяцев. Но я думаю, что, сейчас мы просто очень focused на то, что мы делаем и делаем это как мы продолжаем. И я думаю, что это будет в новом году, до того, что вы знаете, и мы вернемся на Земле. Если сравнивать данный полет с полетом на Шаттле, то да, конечно, шесть месяцев на орбите – это довольно-таки длинный срок. Но в любом случае, мы будем скучать по своим семьям, и 11 ноября мы планируем вернуться на Землю. И, Кэрин, твоя миссия действительно выглядит как хендбук о спейс-флоте. Который республика, знаменитый, дебют нового коммерческого карго-крафта, около половины спейс-флотов, и большинство научных исследований. Как вы себя вести на этот маратон-флоте, в сравнении с вашим спринтом на Шаттле, несколько лет назад? Следующий вопрос. Во время вашей миссии вы будете принимать большое количество кораблей, включая первый коммерческий корабль. И как вы подойдете к выполнению программы в данном случае? Я думаю, что это одна из ключевых, что мы поднимаемся. Мы должны понимать, что мы работаем там много времени, и мы должны остаться в расширении. Я думаю, что это важно, чтобы мы понимаем, что когда день закончится, мы должны остановить нашу работу, и расшириться, и быть готовыми для нескольких. Вы никогда не знаете, когда будет что-то нескольких, что появится, как экстракт-флоте, или какой-то типа аналарм, что мы должны помочь, поэтому мы должны быть хорошо расширены для этого. Так что я думаю, что это ключевая. Это будет очень тяжелая миссия, но я думаю, что мы все должны понимать, что мы должны пасть. Участвуя в таком марафоне, с точки зрения приема такого большого количества кораблей, нам нужно будет быть готовым к каким-то нештатным, может быть, ситуациям, к каким-то, может быть, дополнительным ВКД. И, принимая твое внимание, нам нужно подходить к каждому шагу нашей программы отдохнувшими и хорошо сконцентрированными. Спасибо. Следующий вопрос, пожалуйста. Доминик Дутин, он на ТВ. На behalf of the European media, we cannot make it here. And for Luca, if you can also translate afterwards in Italian, please. So, since you've been appointed astronaut, you seem always happy, always smiling. You've got a secret. Could you tell us why? What is it? Вопрос от представителей ЕКО. Luca, с того момента, как ты был выбран в отряд космонавтов, ты всегда улыбаешься и сияешь. Как тебе удается оставаться таким жизнерадостным человеком? So, I will answer first in English, and then I'll say the same thing in Italian for ESA TV. It's very simple, and it just goes with what I always tell people that ask me, how did you become an astronaut? What does it take to become an astronaut? And I always say, well, if you do what you love and you love what you do, then everything will happen. And I just happen to be doing exactly what I love to do, and I love what I'm doing, and I would rather be nowhere else right now. Even though I'm behind this glass, I'm really happy to be here because it's just the next step until I can fly up and realize the dream that's been with me since I can remember. So, that's how I can be, I can be really happy. С того дня, как я был выбран, чтобы стать астронавтом, друзья меня спрашивают, как тебе удается оставаться таким жизнерадостным человеком? И мой ответ, когда тебе нравится что ты делаешь, когда ты любишь то, что ты делаешь. Тебе не нужно затрачивать каких-то дополнительных сил и эмоций. Поэтому я остаюсь таким, как я иду. In italiano la domanda è, sin da quando sono stato selezionato, io sono sempre contento, sorrido sempre, ho sempre questo volto sorridente. E tutti si chiedono, ma qual è il segreto di questa mia felicità, di questa mia emozione? Ma la risposta è molto semplice. E' anche quello che dico sempre a chi mi chiede, ma come si fa a diventare astronauta, come si diventa astronauta. Io dico, se una persona fa quello che ama e ama quel che fa, non c'è nient'altro che possa interferire con la felicità. Per cui anche in questo momento, in cui sono dietro a un vetro, a guardarvi così, sono contento perché è il prossimo passo, prima di poter realizzare un sogno che mi porto con me da finquanto ho una memoria. Per cui non c'è nessun segreto, semplicemente amo quello che faccio e sono contentissimo di poterlo fare. a chi non c'è nessun segreto, a chi non c'è nessuno che faccio e sono in Italia, o che c'è nessuno che faccio? Вопрос в том, какие вещи вы берете на орбиту, которые будут напоминать вам о родных и близких на Земле? Вопрос в том, что мы не знаем, что мы не имеем много space, но мы не имеем много space. Но мы only allowed 1.5 килограмма от персонал. И это может быть много, но в конце концов, это не так. И все остальное было очень быстро. Но я смогу поставить souvenirs для моих друзей и семьи. Я не collect ничего, поэтому я планирую, как гибель, что я возьму. И самое личное, что я возьму, что я возьму, и мои родственники, которые всегда были с нами, и мои семьи, и мои родственники. И, в результате, я просто получил два маленьких шарма с моими дочерами и их названиями. И я планирую, чтобы надеть их все рядом с моим сердцем. Все время. Хендпринцы? Да. Ну, как вам известно, на борту Союза не так уж и много места. И нам разрешено взять с собой полтора килограмма личных вещей. Конечно, я взял с собой сувениры, нашивки, значки, которые я буду раздавать своим друзьям по возвращении. Также я беру много фотографий с собой. Я фотографии моих родственников, близких, мои семьи. И также мои дочки нарисовали мне две прекрасные картинки с их именами, которые я буду всегда хранить с собой. Да, все. Спасибо. Прошу следующий вопрос. В первую очередь хотелось бы пожелать вам удачного полета и штатной работы. У меня следующий вопрос. 25 мая во всех школах прозвенел последний звонок. Что вы пожелаете ученикам, которые вступают в новую жизнь? Спасибо. В новую жизнь. Спасибо за такой вопрос. Совершенно три года прошло. Как раз перед моим третьим полетом был последний звонок у моей дочери. Она здесь присутствует. Тогда она не смогла присутствовать. Ей надо было выпускные экзамены сдавать. Знаете что? Удачи в первую очередь. Потому что выпускные экзамены всегда требуют удачи. Второе. Ставить перед собой высокие цели. Никогда не бояться этих целей. И помнить о том, что судьба каждого из нас именно в наших руках. выбора очень большое значение имеет выбор. Смелость этого выбора. И не надо этого бояться. Спасибо. Спасибо. Спасибо, Федор Николаевич. Следующий, пожалуйста, вопрос. Прошу вас представить. Меня зовут Йонос Парахел. Я директирую фильм, который назвал «Матерс Виш». Это идет к Карену. И я бы хотел узнать, как мама, что ваша большая задача во время этой миссии? Вопрос Карен Найберг заключается в следующем. Что вы считаете самым сложным на орбите, будучи матерью? Я думаю, что это проблема для всех. Все действия у нас. И все, как нужно, наши родители, которые у нас. Я думаю, что это очень тяжелый, что мой сын будет 3, и он будет делать много в 6 месяц. Но я буду видеть много видео, и я думаю, что он будет очень хорошо знаком, и он будет дома с его дадью. Но, как я сказал, это очень тяжелый, что у нас все должны делать. Лука у него есть дети, и Федор у него есть дети. И мы можем поддерживать друг друга, понимая, что у нас есть семьи, которые мы все ждем. У нас у всех есть дети, и нам всем будет непросто покинуть их на столь длинный срок. Моему сыну сейчас 3 года, и он достаточно сильно подрастет за это время, когда меня не будет. Но он будет знать, что с его мамой все в порядке, оставаясь дома с отцом. И также мы будем поддерживать друг друга во время нашей миссии. Поэтому, я думаю, никаких особых проблем с этим у нас нет. Вы знаете, я просто дополню этот вопрос, потому что достаточно сложная ситуация, когда космонавты вылетают. Так получилось, что когда я готовился к своему первому полету, вот маленькой Леночке, она здесь сидит. Но она всегда маленькая, так же как и Даша маленькая, вся моя семья здесь. Ей было меньше годика, и когда они прилетели ко мне полной семьей, и мы воссоединились. Значит, у Леночки когда спрашивали, где папа, она показывала на телевизор, а меня называла дядей. Спасибо. Yeah, so, my youngest daughter was only one year old when I got to space. And when I returned, and then she was asked the question, where's your daddy? She was pointing at the TV set. One question more. Shall you take any special items to this mission that reminds your son? I did pack a couple little toys that he likes, and pictures are the main item. I'll have pictures of him in my little sleeping station that I can see every night. Да, я беру с собой две маленьких игрушки, которые он любит, и, конечно, фотографиями. Прошу, продолжайте. Следующий вопрос, пожалуйста. Yes, hi, thank you. This is Andrew Cranwell with the New York Times. I also have a question for Karen on the same topic. I've seen some of your discussions about leaving your son. How does he understand where you're going? And what advice would you offer to women who, for their work, have to separate from their children? How to make it a positive experience? It's really hard to know exactly what a child understands at that age. Sometimes he says things that make you feel as though he understands more than you would expect. And sometimes you're reminded that he's only three. Да, дети в таком возрасте иногда говорят, произносят какие-то вещи, и ты думаешь, что они, да, понимают, что ты от них хочешь. Но на самом деле данный возраст еще нельзя расценивать как какой-то осознанный. He knows I'm going to the space station, and he knows what that is when he sees a picture of it, and he knows that there is no gravity there, and things will float. And that might be the simplest the level he understands it at, but I think it'll be very fun for him to see video of me and communicate with me when he sees me in that environment. Единственное, что знает мой сын, это то, что я собираюсь посетить МКС, и что на борту МКС невесомость, в которой вещи летают. И ему будет очень интересно, наверное, смотреть видео, на которых я буду летать, и вокруг меня будут предметы летать. Я прошу следующего. Good evening, everybody. My name is Gunned Birler from the European Space Agency. We have come together here with 15 young people to witness for us this very important moment that we have the first IESA astronaut from our own generation being launched. So we are very excited to be here. Mr. Paramitano, Luca, may I ask you what is your dominant feeling at this moment? Вопрос от представителей ЕКА. Мы сюда привезли порядка 50 представителей, молодых людей, которые будут поддерживать старты и тебя на орбите. Что ты можешь сказать по этому поводу и какие чувства ты испытываешь относительно этого? Well, first of all, welcome to Baakonur. Thank you for coming. I was wondering what all these ESA Apollo shirts were. That's fantastic. Welcome. And thank you for calling me a young astronaut of your generation. I don't get to hear that very often. But that is probably the hardest question to answer, as a matter of fact. It's just a mixed emotion. There's certainly excitement. I am very excited. I mean, in less than 24 hours, I will be waking up. And then after that, I will be strapping now into my seat to blast off into space. That doesn't happen every day. And for me, it's the first time. So I'm certainly excited. But at the same time, I'm focused because I feel the importance of performing well for all those people that have been working with me through all the years of training to get me to this point. And I feel the responsibility of doing the job correctly for all those that expect results during the six months that are on the station. Those things are not negative feelings. It's quite the opposite. It's a challenge. And it's very motivating for me. All these feelings get into me. And maybe you see this calm demeanor. And I feel that way. There is a book that I read a couple of years ago. It's by an Italian author. His name is Veronese. And he wrote a book called A Calm Chaos. And I think that that's a very cool description of what I feel right now. It's very chaotic. All these things going through my head. But I feel calm because the training does that to you. You feel confident. You know that you can do a job. You've been trained. And all these people have confidence in you. So I just want to make sure that confidence is resting in the right place and in the right hands. Thank you for the question. Thank you for coming again. В первую очередь, я хочу поблагодарить вас за то, что вы приехали в таком составе. Я сначала не понял, откуда появились футболки, которые вы носите. Что я могу сказать о своих чувствах? Да, я, конечно, возбужден перед предстоящим полетом, потому что через сутки мы уже будем на орбите. Также я очень сосредоточен и понимаю всю ответственность, которая возложена на меня. Но я, в свою очередь, уверен, то, что я подготовлен достаточным образом и что все должно пройти нормально. Спасибо. Прошу следующий вопрос. Вопрос от Раш. да и всему основному экипажу что вы думаете о байконуре как о отправной точке с которой стартуете в космос что байконур значит для вас можно всячески пересматривать прошлое по-разному к нему относиться с точки зрения байконура есть одна дата 2 вернее даты это первая дата это 4 октября 57 год запуск первого искусственного спутника земли и эту дату никто никогда не отменит и вторая дата более дорогая для нас потому что мы космонавты астронавты это 12 апреля 1961 года первый полет человека в космос и это тоже никто никогда не отметит не отменит поэтому я например всегда ощущаю именно гордость за то что мы идем с этого старта 100 старта с которого стартовар юрий алексеевич гагарин спасибо talking about bikerner i can mention two dates the fourth of october 1957 when the first satellite was launched and the 12th of april when garen launched for the first time so i feel very proud that i follow their steps my answers maybe a little more personal what makes us any any place special is what memories are attached to it and i think that what makes this place special for me is that there are only positive memories related to this place six weeks six months ago i was here in the middle of winter as as the backup of expedition 34 and even though i remember really well that i was basically frozen and you know i'm i'm italian from southern italy from sicily i freeze at when the temperature goes below 10 degrees above zero but even or 30 as the other says but even though even though it was really cold the atmosphere was so festive and it was such a great pleasure working with with the with the team here and and my crew mates and the main crew and being part of such an incredible experience even then the experience was just magical and and incredible good memories and now you can you can imagine yourself how how positive an experience and what amazing memories i will have of the past two weeks here in back now and i think it's um it's very neat to see you feel that in everybody you see that everywhere here and i'm honored to be a part of that tradition and history and having said that what is that that you're looking forward to the most once you get into space of course what are we looking forward to the most in space um actually i'm uh looking forward the most to living there rather than um having the quick shuttle flight and um a shuttle flight is go 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 from the second you launch um i'm looking forward to having uh time on the weekends for a little reflection and doing some own personal things and uh just kind of stamping the memory of the experience in my brain что вы ожидаете от своего полета на мкс во-первых я собираюсь жить там в течение полугода если сравнивать данную миссию с полетом на шаттле то это намного более продолжительная миссия миссия и конечно там будет много работы но также я смогу заниматься самими личными делами в свое свободное время и сделать много вещей которые будут мне напоминать потом об этом долгие годы спасибо прошу здравствуйте у меня вопрос такой вам страшно лететь в космос? нам страшно интересно лететь в космос понятно так прошу господа у кого еще есть вопросы сергей павлович вот пожалуйста туда подходите сюда ближе добрый день рианусь с писляк Алексей в первую очередь хочу поздравить всех с предстоящим полетом и пожелать удачи и у меня два вопроса есть первый к луге парметана вот на во время вашей экспедиции будет очень большая научная программа много экспериментов вот с вашей точки зрения какие эксперименты именно вам наиболее интересны и на что вы будете делать упор может быть медицинские или биологические ну и второй вопрос к Федору Юрчихину во время вашего полета планируется несколько выходов в открытый космос по российской программе сколько их всего будет когда планируется первый выход и во время первого выхода какие операции будут основные осуществляться спасибо ты будешь по-английски попробую по-русски а если не работает попробуем по-английски но очень-очень трудно объяснить все что мы делаем на три минуты потому что в любом время на станции продолжают больше чем 150 экспериментов поэтому трудно конечно говорить о всем но есть некоторые эксперименты которые начинаются с этой экспедиции которые по-моему очень интересны конечно я итальянец есть итальянский эксперимент называется green air это значит зеленый воздух это по-моему очень интересно в этом эксперименте мы изучаем как сгорение биологически топлива по-моему это очень важно потому что мы результат экспериментов можно использовать сразу в земле потому что мы пытаемся найти какое топливо лучше горит без загранения второй эксперимент это медицинский мы наблюдаем через ультрасаунд машин через экография наблюдаем нашу спину до сих пор чтобы чтобы изучать чтобы прогнозировать проблемы спиной нужно использовать большие огромные машины как магнитный эморай как по-русски магнитный резонанс магнитная резонанса эти эти машины очень огромные трудно их использовать они очень-очень дорогой поэтому использовать простой простая машина как экография это результат экспериментов будут такие же очень-очень важны и третье это диета называется прокей которая через который мы попробуем наблюдать как можно лучше уменьшать уменьшать потеря кальций вы все знаете что в космосе мы все космонавты теряем кальций из кости это конечно очень-очень опасно и эта диета изучает как минимизировать как минимизировать и также результаты можно использовать на земле потому что конечно остеопоросис очень огромные проблемы везде и можно использовать эту диету чтобы улучшить жизнь которые людей которые так живут пока без использования лекарства спасибо что касается программы выходов российского сегмента на сегодняшний день у нас уже четыре выхода на нашу экспедицию выпадает в трех из которых участвую я и самый первый выход он будет связан с ремонтом системы терморегулирования функционального грузового блока рядом экспериментов возможно мы снимем с внешней поверхности платформу с экспериментом выносливость собственно говоря вот вот и все другие два выхода связаны будут с прокладкой кабелей электрических для под новый российский модуль млм и опять же работа с наукой на внешней поверхности станции четвертый выход и к сожалению мне не удастся в нем участвовать это все под самый конец экспедиции но благодаря этому четвертому выходу мы увидим наших в дублеров на орбите и мы пересечемся на короткое время но это здорово будет потому что четыре дня мы проведем вместе на орбите спасибо первый выход спрашивают когда будет на какое время первый выход запланирован на середину июня спасибо прошу вопрос rob navy is again with nasa television i can't let this moment get away without a question about the olympic torch we have the relay team right in front of us here with rick mikhail and koichi bringing it up in november and handing it off to uh somewhat reluctantly as you can see to luca feodor and karen to bring it home a few days later can perhaps for karen or rick can you tell us what that symbolizes and what it symbolizes in relation to the international space station and what it represents for the unification of nations in orbit как вы можете прокомментировать это и что для вас лично это значит of course the international space station is a great achievement and a great accomplishment by many countries around the world in my opinion may be one of the greatest accomplishments this world has ever seen конечно мкс это великое достижение всех наций великое достижение нации всего мира объединенные вYEЗНОЕ ДЕТСКИЙ ИНОА С Ingredientes и David и Л filme и ж и мег MB Олимпийские игры Олицетворяют Сотрудничество и соревнования Мирное сотрудничество И соревнования И на МКС У нас происходит то же самое То есть Олимпийские игры можно сравнить С жизнью на МКС И естественно очень интересно Будет привести с собой Олимпийский огонь и потом Вернуть его на землю Так уважаемые господа Еще вопросы будут Сергей Павлович вот рука тянется Добрый день наши дорогие Космонавты и астронавты Прежде всего хочется безусловно пожелать вам Удачного полета Выполнения всей программы У меня возможно дилетантский вопрос Я человек от космоса далекий Но наблюдаю за событиями которые происходят в нем Если посмотреть на космонавтику То первые 20 лет Профессиональная жизнь космонавтов Была так же коротка как и спортсменов А сегодня профессиональная жизнь космонавтов Приближается к профессиональной жизни Обычного человека С чем это связано Или это какие-то новые способы подготовки к полетам Или человечество стало более преднебрежительно Относиться к космосу Не как к чему-то враждебному и опасному Спасибо Ну вы знаете среди первых космонавтов Трудно найти было людей например которые использовали очки Сейчас сплошь и рядом в космосе люди с очками И вопрос это не сколько к космонавтам сколько к медикам Первый этап безусловно он достаточно сложный Все было впервые И может быть с сегодняшнего дня Эксперименты были простые Казались простыми Сейчас эксперименты усложнились У медиков накопился достаточно большой опыт Для того чтобы С большой вероятностью Прогнозировать поведение человеческого организма Действительно мы сегодня видим Ну вы же не будете спорить например Что много веков назад Ну несколько тысячелетний Средний возраст человечества вообще был 40-45 лет Сейчас он вырос Растет и профессиональная отдача Ну и рассматривается закон Надеюсь космонавтов не затронет О том что повысить порог пенсионной Хотя вон Павел Владимирович Он готовится встретить свое 60-летие В космосе я имею ввиду виноградова Такого еще не было Все впереди Хотя у американцев есть замечательный пример Это Джона Глэна I think it's 77 years old The second flight 78 Да Он когда полетел Ему было 77-78 лет Представляете себе Такие вот цифры Мы с Мишей еще молодые Да Миша? В этом плане И каждый из нас Луку вообще мальчишкой называют Так что все впереди Спасибо за вопрос Спасибо уважаемые друзья За хорошие интересные вопросы Значит я перед фотографированием Предлагаю поаплодировать экипажу Поблагодарить его за ответы Спасибо Спасибо